— Расим, я, конечно, очень внимательно слежу и за твоими постами в соцсетях, и за твоими интервью, как на, скажем так, в визуальных СМИ, так и в печатных изданиях. И последние несколько дней ты очень интересные расклады давал по армяно-азербайджанскому треку «Мирных переговоров», поэтому сразу же с места в карьеру я хотел бы обсудить с тобой это. — Ну, километраж, который настаивают армяне. — Да там не только километраж, там несколько, там три пункта на самом-то деле, и эти три пункта, они самые интересные. Ты пишешь о том, что если взять расхождение сторон и, скажем так, вывести их за пределы мирного договора, то мирный договор можно подписать в самое короткое время. — И первый пункт действительно — это по километражу. Армения настаивает на том, чтобы километраж был в цифрах зафиксирован, то есть 86,6 Азербайджан и 29,8 Армения. А Азербайджан считают, что нет необходимости в соглашении, в цифровом выражении, чтобы было это все прописано, достаточно признание территориальной целостности сторон на момент распада СССР. — И вот Алматинская декларация 1991 года, и вот я тебя хочу спросить, чем мешает фиксация? Я ведь понимаю, почему армяне настаивают на фиксации вот этой. Чем мешает вот эта фиксация? — Нет в международной практике подобных вещей. В Грузии с кем-нибудь подобные цифры прописаны? Нет. И у Азербайджана ни с кем подобного рода цифры не прописаны. Ну и сам по себе. Ну представь, что мы указываем территорию Азербайджана 86,6, а Каспий отступает. И в силу естественных причин через 10 лет территория Азербайджана там на пару тысяч квадратных километров увеличивается. И что, мы будем переписывать договор с Арменией? Или будем у нее спрашивать разрешение на то, что территория Азербайджана увеличилась? Ну абсурдна сама эта постановка. И она во многом, насколько я понимаю, это дилетантская фантазия самого Пашиняна. Поэтому указывает на наш взгляд бессмысленно это делать. А не в том, что это мешает или не мешает. Ну по поводу дилетантской фантазии, ты знаешь, что я думаю, что тут все-таки причины более глубинные. То есть вот это после сентября 2022 года, военных действий, там же речь идет о том, что Армения говорит о 200 километрах, которые сейчас заеты азербайджанскими войсками, которые контролируют высоты. Я думаю, может быть это с этим связано? Нет, ну вообще, и это тоже, как обычно, армяне передергивают факты и ложь. Реально? Реально. Азербайджан, вот они сейчас говорят, мы, значит, 8 азербайджанских анклавов, значит, ну эксклавов, в их понимании анклавов, контролируем. А Азербайджан 32 села. Назвать эти 32 села конкретно населенных пунктов, которые Азербайджан, значит, там, я не знаю, оккупировал, они не в состоянии. То есть по всей линии границы понятно, что находятся какие-то населенные пункты. И они считают, что где-то, если азербайджанский пограничник там на 2 метра, в их понимании, значит, углубился в территорию Армении, на какой-то высоте, значит, территория этого села оккупирована. Абсурд какой-то. Значит, и там нет, скажем, захвата каких-то населенных пунктов или территорий. Да, азербайджанские пограничники укрепились на высотах и контролируют в военном отношении определенную территорию. Но говорить об оккупации этих территорий не приходится. Реально, значит, те, которые занимаются этими проблемами, как говорится, непосредственно, речь идет о 60 или 70 квадратных километрах, находящихся под контролем Азербайджана, это высоты, которые азербайджанские пограничники заняли. Представьте провокации Армении, которые пытались зайти к ним в тыл. Ну, если посмотреть, значит, площадь территории, значит, территория 8 азербайджанских эксклавов составляет 140 квадратных километров. Армянский анклав, ну, башкент в азербайджанском названии, Ардис Варашан или как там у армян он называется, 28, ну, иногда говорят, там 40 квадратных километров. То есть в разнице 100 квадратных километров. При всех случаях, та территория, которую Армения до сих пор удерживает, азербайджанские территории, они больше, чем то, что, по их мнению, азербайджан занял, азербайджанские пограничники по высотам. Ну, если вы, как говорится, по гамбургскому счету, давайте по гамбургскому счету, освобождать задержанные, оккупированные азербайджанские эксклавы, Армения пока не собирается. Ну, пытается за счет каких-то маневров, каких-то карт вытащить, еще что-то, значит, ну, заставить азербайджан отступить с тех высот, на которых он сегодня находится. Азербайджанский президент сказал, что это напрасные потоки. Конкретно будут идти по линии границы, договариваться. Там, где договариваются, значит, договариваются. Там, где не договорились, вопрос останется открытым. Азербайджан уходить с занятых позиций не будет. А дальше, как говорится, посмотрим, жизнь покажет. Подожди, то есть речь идет о том, чтобы до того, как начались переговоры, вот сейчас в январе была, прошла, сегодня буквально прошла информация о том, чтобы сейчас опять состояться встречи до конца января по делимитации и демаркации границы. Так вот, то есть речь идет о армянской стороне настаивать на том, чтобы отвели войска азербайджанские до того, как этот процесс начнется сам по себе. Дело, настаивать у Армении нет никаких ресурсов. Они предлагают. Они поднимают по этому поводу какую-то... Это цитата Армении настаивает, это цитата от России. Ну, настаивать, они хотят вообще настаивать на карте, а не на то, чтобы Азербайджан отодвинул войска. Они предлагают, что обе стороны должны отодвинуть войска. А предлагают, значит, в договор наставить на том, чтобы в договоре была указана, значит, карта 75-го года. Ну, почему 75-го года? Если порядок такой вообще-то, и мы с вами не начинали по какой-то карте. Идут по линии границы, там, где нет споров, эти части, значит, делят границу на участки, там, я не знаю, на 15, 20, 30 участков. И каждый участок после согласования протоколируется. Ну, и здесь обычный порядок предлагает Азербайджан. В соответствии с этим порядком начнут работать там, где нет споров, протоколируются и идут дальше. Выйдут на спорные участки. Они касаются и анклавов, например, господин президент сказал, что есть 4 азербайджанских, значит, участка, которые... Ну, 4 населенных пункта, которые Армения удерживает, но они примыкают прямо к границе. Потому что Армения должна отойти от них. А вот 4 анклава наших или эксклава, как там анклав для армян и эксклав для Азербайджана, они должны стать предметом переговоров. Я очень сильно прошу прощения, но просто и для меня тоже. Потому что анклав, я еще как там представляю, анклав это то, что вокруг окружено другой территорией. А эксклав это что-то, что такое эксклав? Нет, эксклав это, например, территория, деревня, которая со всех сторон окружена, азербайджанская деревня, армянскими территориями. Для Азербайджана это эксклав. Почему? Ну, потому что такое наименование подобное. Это не анклав. Вот армянская деревня, Башкань, на нашей территории, которая окружена со всех сторон азербайджанскими территориями, для нас это армянский анклав. А, понятно. А для армян это эксклав. Все, я понял. То, что находится вовне, значит. А для нас, ну, то есть тут терминология-то не я придумал, она принцесса. Я запутался сам, поэтому, ну, я уверен, что большинство наших зрителей это знают, но тут, кто так, как я, не знают, для них это было честно объяснено. Так что в этом смысле, я еще раз говорю, есть, ну, определенные предложения. И самое главное, что, насколько я понимаю, соответствующие комиссии Азербайджана и Армении, они начали свою работу, не дожидаясь мирного договора. Потому что они понимают, что вести эту работу им придется долго. Процесс этот, ну, мы с Грузией до сих пор не закончили. Армения тоже с Грузией не закончила. Будут спорные участки, по которым нужно будет либо идти на какие-то размены, договариваться о взаимных уступках, и уже после этого выходить на соглашение по всей линии границы, ну, делимитацию завершить. Ну, а нет, азербайджанский президент сказал, что, ну, до тех пор, пока, значит, этот процесс не завершен, значит, он будет продолжаться. Но вопрос в том, что этот процесс может продолжаться в условиях заключенного мирного соглашения, когда сторону, значит, восстанавливают различного рода отношения. В общем, напряженность упала. Никто не заинтересован, чтобы по линии границы стреляли, чтобы там люди все время, значит, ну, да, находились в достаточно напряженном положении. И поэтому для этого нужны соответствующие переговоры. Ну, а так, сейчас я еще раз говорю, какую-то карту записывает, значит, мирный договор, ну, с азербайджанской стороны считают, что это тоже, в общем, противоречит той практике, которая реально используется в процессе делимитации. Мы точно так же работали с Россией, точно так же работали с Грузией, и мы говорим Армении, что, товарищ дорогой, будем работать так, как это принято, и как это делают другие страны. Вот эта карта 75-го года, я все пытаюсь добиться, я все никак не могу добиться от этого. Почему 75-го года? Что, не ту карту 90-го года? 91-го года, 85-го года, 80-го года, 80-го года. То есть, как бы, карта 90-го года, это тоже, ну, в какой-то степени, ну, проекция карты 75-го года. Им кажется, что в 75-м году, ну, как будто бы, накануне Хессинского акта, ну, и принятия новой конституции СССР, которые там, ну, это подряд проходили процессы, что Генштаб вот эту карту уточнил. Ну, во-первых, это уточненные карты тоже на 95% — это просто перенос предыдущих карт, а не то, что Генштаб ходил и все измерял, значит, и наносил на новую карту. Ну, специалисты знают, они этим делами занимались. Вот дилетанты, когда начинают лезть в вопросах, которые не понимают, в данном случае это касается Пашиняна и его команды, тогда начинается проблема на пустом месте. Вот он вбил себе в голову, что в карте 75-го года они прорисованы, значит, эти, ну, азербайджанские эксклавы на территории Армении, и что можно таким образом эту проблему замылить. Ему кажется, если написать договор в карте 75-го года, это усилит позицию Армении. Ничего она не усилит. Подожди, а при советской власти как было? То есть вот эти эксклавы, они, в принципе, главы администрации, ну, или там, главы администрации там были, представители сельсоветов, они назначались из Азербайджана. Ну, естественно, они по всем, значит, своим и хозяйственным, и политическим, и выборам, и все это было, ну, в соответствии с азербайджанскими законами, с азербайджанскими управлениями. А они говорят, что нет. Ну, в общем, я еще раз говорю, понять армян в этих вопросах довольно сложно, поэтому, в сущности, хотят они мира, мирного договора, его можно быстро продвинуть и подписать. Причем, в моем понимании, это можно сделать и в Тбилиси, а можно, и я об этом тоже писал, что можно сделать и в Стамбуле. Ведь, в общем, до сих пор заморожены, ну, работа под цюрихским протоколом. Ну, их отозвали, и Армения отозвала, и Турция не стала посылать его для утверждения в парламент. Ну, в общем, предполагается, что Азербайджанно-армянская нормализация открывает одновременно, значит, дорогу для турецко-армянской нормализации. И что, почему бы не подписать одновременно, значит, какой-то протокол, который, значит, либо вернет цюрихские, значит, протоколы опять, значит, в повестку, и начнется их процесс ратификации, либо же будет принято какое-то соглашение, в соответствии с которым, ну, дипломатические отношения устанавливаются между Турцией и Арменией, и открывается граница. И оба документа могут быть подписаны в Стамбуле. Ну, для... Что? Я всегда говорил, что хоть вода на Нариву, на границе можно подписать, конечно. Ну, зачем? Ну, я еще раз говорю, если делать это все вместе, туда, в общем, насколько я знаю, планирует визит и президент России, туда планирует визит в Турцию и президент Ирана. Ради бога, пусть приезжают и тоже участвуют, это будет как бы, ну, в некотором смысле и региональный контент обеспечен. Но никто из документов подписывать не будет, помимо сторон. Азербайджан и Армения. Никаких гарантов. Вот сейчас мы сразу же перепрыгиваем к третьему пункту. Ко второму пункту мы еще вернемся. Это по поводу гарантов. То есть Армения считает, что под договором должны быть подписи гарантов третьих стран в качестве арбитров для приурегулирования возникающих споров. Азербайджан считает, что при влечении каких-либо сторон в качестве лидийских судей и разрешении споров нет необходимости в этом. Причем Армения обвиняет Азербайджан в том, что Азербайджан хочет, чтобы лидийским судьем в данном случае была Россия. А они хотят, чтобы были там Франция и США. Ну вообще-то никто не... Азербайджан говорит, нам никто не нужен. Ни Россия не нужна, ни Иран не нужна. Даже Турция не нужна в этом деле. Это Армения хочет каких-то гарантов привезти. Причем ей бы желательно, что это было... Франция и Соединенные Штаты Америки. Во-первых, что на земле присутствует Франция и Соединенные Штаты Америки. Что за идея абсолютно, скажем, такая надуманная. И пытаться ее пропихнуть у Армении нет ни сил, ни возможностей. И азербайджанский президент, в общем, определил ей отношение свое к этому мирному договору. Что хотят армяне. Будет. Не хотят. Ну переговоры могут продолжены. Если и... Ну не будут продолжены переговоры, значит они остановятся. И дальше что? Ну останется все так, как есть. И не думаю, что много от этого Армения выиграет. Но если не хотят, я еще раз говорю, Азербайджан готов к любому развитию событий. Хотят гонку вооружения, значит, ради бога. На каждый потраченный их ими миллиард долларов на вооружение, Азербайджан в состоянии потратить пять. И что? Ну Азербайджан, и так придется Азербайджану тратить пять, учитывая соседей, которые далеко не... Можем потратить и десять, если понадобится. Валютный резерв, золото-валютный резерв Азербайджану достигли 70 миллиардов долларов. Нет, я к чему говорю. Я говорю к тому, что Азербайджану все равно придется тратить на вооружение, потому что независимо от того, сколько потратит Армения, потому что кроме Армении и той же Грузии есть еще и другие соседи. Даже не буду называть, мы знаем их имена и названия. Мы живем в турбулентном мире Гела, в котором каждая страна должна рассчитывать на свои силы, иметь достаточно высокий уровень обороноспособности. В этом смысле Азербайджан необходимы усилия прилагать. Да, поэтому говорить о том, что я почти ему и сказал, что затраты Азербайджана на вооружение, на собственную безопасность, они, я думаю, уже гораздо... И раньше-то они не совсем зависели от Армении, не полностью зависели, а сейчас уже в гораздо меньшей степени зависит от Армении, от того, что там прилагает Армения. Такие усилия прилагают Армению. Есть другие риски, ну и вообще другая заявка, скажем так. И в этом плане, конечно же, что касается гарантии, ну у Армении есть своя система гарантий. Азербайджану все равно, кто будет гарантом в Армении. Иран там... Абсолютно все равно. США и так далее. Ну, подписали в Гранаде, значит, под этой бумагой, которую Азербайджан, в общем, проигнорировал, в Испанской Гранаде на вот этом мероприятии, значит, ну под этой бумагой подписался и Шар Мишель, подписался, значит, Макрон и подписался Шольц от Германии. Ну и что дальше? Реально они на земле присутствуют? Нет. На земле присутствует Россия. И вообще-то в Армении, скажем, в вопросах безопасности есть и двусторонний договор с Россией, и есть еще этот ОДКБ. И что от того, что там нарисовались в качестве, значит, поддерживающих Армению стран Франции и Германии? И что дальше? А ничего. Ну, если это тешит, скажем, самолюбие или же преддобавляет спокойствие Пашиняну, ради бога, мы не имеем ничего против. Но в документ двухсторонний никаких армянских, значит, покровителей Азербайджан допускать не намерен. Рафим, но они реально боятся, они реально опасаются, потому что соотношение военных и военной силы действительно у Азербайджана гораздо больше военной силы, чем у Армении. Грузия боится от этого соотношения? Нет, ну а Грузия чего боится? Ну так об этом речь. И Армения, если нормальную политику по отношению и Азербайджану ведет, так ей бояться нечего. Нам, в принципе, от Армении ничего не нужно. Это у Армении были все время какие-то притязания, претензии к Азербайджану. У Азербайджана к Армении не было. И я хочу просто напомнить, как мы независимость первой получали. Азербайджан с Грузией, хотя и у нас тоже были, ну скажем, споры территориальные, но, в общем, мы заключили соглашение о, значит, союзничестве. Армения воевала и с Азербайджаном, и с Грузией, и с Турцией. Ну так надо, значит, менять, корректировать собственную политику, а не, скажем, пытаться свои страхи компенсировать поддержкой зарубежных дядь. Тогда тоже армяне, ну, в надежде на поддержку Франции, Соединенных Штатов Америки, втягивались вот в эти конфликты с своими соседями. Ну и сейчас рассчитывают на подобные, напрасно? Ну, исторические фоны, исторические условия были все-таки разные у Грузии, Азербайджана и Армении. Это понятно. Даже вплоть до того, что мы-то были союзниками стран России, давай так скажем, а они были союзниками Антанды. Кстати, мы, и Грузия, и Армения, и Грузия, и Азербайджан Первую мировую войну проиграли. Почему-то у нас об этом не говорят, то есть, не воспринимается по факту, мы в Первую мировую войну проиграли. Ну, Гела, почему-то проигравшим считает Армения, вы точно. А Армения выиграла Первую мировую войну. Нет, ну потом, это случилось в ноябре 2018 года, а после ноября 2018 года случилось еще очень много событий. Ну и что итогов был какой? Подписали тогда, ну Геомри, тогда Александрополь назывался, они подписали мирный договор с Турцией, по которому Армения скукужилась до 9 тысяч квадратных километров. И если бы не Советская Россия, то, в общем, на всех амбициях армянских был бы жирный крест поставлен. Теперь же, но это уже было позже, это было не в 2018 году, не в ноябре, это было гораздо позже, я про это говорю. А мы вернемся в сегодняшний день, и вот если мы говорим про сегодняшний день, то все-таки Азербайджану ничего не нужно, но все-таки есть пункт, у которого есть конкретные требования со стороны Азербайджана, речь идет о возможности беспрепятства на Савелье. общение между двумя частями Азербайджана через Мегри. Насколько я понимаю, это какой-то аналог вот такого калининградского формата. Калининград Российской Федерации. Ну, меньше по масштабам дела. Дорога через Литву, там примерно где-то две сотни километров. Здесь 45 километров. Поезд и автомобиль, вот эту дорогу, за полчаса проскакивает. Ну, останавливает, я не говорю о том, что просто для того, чтобы таможенные и пограничные процедуры провести, ну, пройтись по вагонам, паспортам открыть и посмотреть. Ну, это часа полтора-два. Вот эту задержку азербайджан считает бессмысленной. И настаивает на том, чтобы в особом порядке азербайджанские перемещения грузов и, значит, пассажиров на этом участке осуществлять. Армяне говорят, что пусть будет так же, как по иранскому участку. Ну, во-первых, через Мегри подобного рода, значит, прохождение было на протяжении всего советского времени. Вообще-то этот участок железной дороги относился не к Армении, не к армянской железной дороге, а к азербайджанской железной дороге. Те, которые работали на этих, значит, на этом участке Мегринском, получали зарплату из Баку, а не из Еревана. Во-вторых, с Ираном у нас свои отношения. С Арменией предлагается вот такого рода отношения. Не нравится им? Ну что ж, в принципе им сказали, границы с Арменией, коммуникации с Арменией, если Армения не откроет, не восстановит вот этот участок и железной дороги, и автомобильной дороги, и не будет предоставлена возможность для азербайджан ею пользоваться, коммуникации между Арменией и Азербайджаном останутся закрытыми. Пусть не рассчитывают на то, что там продавит Россия открытие этих коммуникаций для ее грузов через Казах на Армению. Что Иран настоит. Дороги будут закрыты не только в этом, но даже транзит в Армению через территорию Азербайджана и через Грузию, эта дорога открыта, и можно пользоваться. Он не будет осуществляться. Устраивает это Армения, ради Бога, значит, будем жить по такой форме. Ну, я просто хочу тебе сказать, Гела, ну, невозможно. Понимаешь, с одной стороны Армения говорит мир, мы за мир, а с другой стороны вот подобного рода, значит, ну, попытки, а вот мы тут вас ущемим. И а тут мы, значит, будем, сейчас они иски готовят, значит, о военных преступлениях Азербайджана, значит, во время войны, в различного рода сейчас и в Международный уголовный суд, они там что-то готовят, обращаются в Международный суд ООО. Понимаешь, есть американская хорошая пословица, что если ты одной рукой водишь автомобиль, а другой обнимаешь девушку, то оба дела будешь делать плохо. Если армяне хотят мира с Азербайджаном, значит, надо договариваться о мире, а не думать, что где мы, Азербайджан, сможем ущемить для того, чтобы преподнести своей общественности, значит, что вот мы с Азербайджаном продолжаем бодаться. Ну, хотите бодаться? Ну, давайте продолжим бодаться. Ну, то давайте отложим в сторону вообще эту болтовню о мире и будем вести себя как враги, готовящие к новой схватке. Лучше будет себя чувствовать вот в таких условиях Армении? Ну, как говорится, Бог в помощи. Ты понимаешь, в чем дело? Вопрос же даже не в... Если мы говорим про новую схватку, вопрос не в новой схватке сегодня или через, может быть, пять лет. Вот эти все походы в суд – это, скажем так, юридические основания для того, чтобы... Ну, вот смотри, как говорится, мы пожили, мы видели эту жизнь. Мы видели, как все меняется в этой жизни и как все может измениться и так далее. То есть, при слоевшем системном кризисе в Азербайджане, чтобы можно было предъявить Азербайджану претензии, для этого необходимо создать определенные юридические основания. Не создавать эти основания в Армении не хотят. Поэтому речь идет о том, что параллельно с мирным процессом, то есть с тем процессом, который необходим для того, чтобы успокоить тоже общественное мнение, в силу того, что, ну, согласись, что жить под угрозой постоянного возобновления боевых действий и того, что государство может перестать существовать или очень сильно согласиться в размерах, крайне неприятно. Параллельно с этим вот идет вот этот процесс. Это то, что... Как я понимаю политику? Может, я ее... Гела! Ну, ты же помнишь этот анекдот, он такой немножко неприличный, про гусара, который на бал собирается и пшикает себя в разные места, значит, духами. И когда слуга говорит, барин, а туда-то зачем? Он говорит, случай бывает разный. Понимаешь? Ну, армяне готовят себя... Я не знаю этот анекдот, но я его понял. Да. Готовят себя, значит, на хорошие случаи, но они должны понимать, что случай бывает разный. И пока, во всяком случае, ну, как говорится, Армения у короткого рычага, а не у длинного. И, ну, выстраивать сейчас отношения, исходя из того, что, а вдруг мне потом подвернется возможность каким-то образом переиграть, ну, знаешь, в общем, надо быть готовым и к возможности очень многое потерять. Пусть откроют карту и посмотрят, что азербайджанские вооруженные силы сегодня стоят и в Нахчеване, и стоят в Зангелан, то есть, ну, восточный Зангизур. И между ними расстояние 40 километров. Что от Нахчевани до Еревана 40 километров. Они тут говорили о том, что там будет война, мы пойдем. Что? Границы Нахчевана до Еревана. Да, границы до Еревана 40 километров. Это расстояние залпа и смерчи, вообще-то, если уж на то пошло. И говорить о том, когда в свое время они разглагольствовали в том, что будет новая война, значит, мы в Баку будем чай пить, должны понимать, чем все это может для них оперуться. Подобного рода, скажем, рискованные сны, я уже не знаю, мечты переграть войну с Азербайджаном. Не лучше ли попытаться все же выйти на мир, восстанавливать сотрудничество? И если сегодня хотят в том, чтобы какие-то, ну, понимаю, что о том возвращении всех карабахских армян, значит, на территорию Азербайджана, ну, в общем, сложно сегодня говорить. Ну, что кто из них пожелает вернуться, чтобы могли бы вернуться и нормально жить? И в Карабахе, и если найдут все, которые захотят приехать жить в Гяндже, в Баку, в Сумгаиде, для этого нужно восстановить добрососедство. Именно это является самой хорошей гарантией для того, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, что их права, значит, обеспечивались. Лучше всего эти права в случае, если нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией. Это консульство Азербайджана в Мегри, это консульство Армении в Ханкянбе, это посольство Азербайджана в Ереване и посольство Армении в Баку. Нужно выходить на эти вещи, а не думать о том, что вот мы где-то там в суде. Ну, да, они свои иски туда, мы свои иски. И уже эти иски есть. Из территории Армении обстреливались азербайджанские города, и я уже не говорю то, что они во время оккупации разрушили всю оккупированную территорию. Во время 44-дневной войны были нанесены ракетные удары по Гяндже и другим городам Азербайджана, и там сотни граждан и большие разрушения. За это ведь придется отвечать. Слушай, ну, а с другой стороны, вот если мы говорим о том, что иски в судах, это вообще, как ты думаешь, предмет для переговоров? То есть, есть ли этот предмет для переговоров, то есть о том, что, ребят, давайте тогда откажемся от взаимных судебных исков? То дело даже не в этом. Это не вопрос переговоров, это вопрос вообще понимания того, что ты хочешь. Если хочешь мира, значит, не надо делать, не осуществлять действия, которые другая сторона воспринимает как либо непосредственно враждебность, либо подготовка к враждебным действиям в будущем. Ну, если вы так себя ведете, значит, мой ответ будет симметричный, или тебе, я еще раз говорю, нужен миф, и надо строить миф, ну, или, а если ты сама, скажем, ну, идет дипломатическая подготовка для того, чтобы лучше занять позицию для продолжения враждебных отношений, ну, соответствующие будут и реакции отношений. То есть, нельзя выстраивать нормальные отношения, исходя из того, что, ну, мне нужно обязательно держать камень за пазухой. Ну, будешь держать камень за пазухой, получишь железным кулаком по известному месту. Нет, ну, смотри, на самом-то деле есть еще такая мысль. Азербайджан провел этнические чистки, и даже если Армения, мол, не будет, мы тут при чем? Армения тут ни при чем, мы просто, вот, есть ряд организаций на Западе и так далее, которые сами инициируют против Азербайджана эти процессы без правительства Армении. Ну, хорошо, но во Франции сейчас Сенат опять собирается какую-то там бумаженницу принять. Ну, Гелла, ну, представь себе, давай, да? Вот, как можно сегодня осуществить возвращение карабахских армян на территорию Азербайджана? Ну, принимает там резолюцию, там, значит, в Гранаде написали, что под международным контролем обеспечить беспрепятственное возвращение. Ну, давай начнем, попытаемся с тобой вернуть карабахских армян туда. Что, значит, ожидают, что, значит, там есть турецко-российский центр мониторинга, там пока еще стоят российские, значит, миротворцы, и туда приедет там, я не знаю, ну, 20, ну, 30, ну, 50 каких-то европейцев, которые будут осуществлять какой-то международный мониторинг, и туда, значит, автобусом начнут, значит, тысячами возвращаться армяне? И что, школы нет, больницы нет, поликлиники не работают, магазины не работают. Вот как они собираются туда вернуться, и если они своим вот таким, значит, выходом весь социум там уничтожат? Это же невозможно. Там люди приедут и будут, значит, со своими, значит, с армянскими драмами пытаться организовать, значит, экономическую жизнь на этой территории? Или по-прежнему, значит, бесконтрольно, значит, без таможни, без разрешения Азербайджана будут туда завозить товары из Армении? Это же невозможно. Коммуникации, значит, без разрешения Азербайджана опять там восстановят, значит, работу армян, телеком, и будут в обидную связь обеспечивать интернет? Это невозможно. Или мы разрешим им привезти туда людей с оружием и восстанавливать какую-то там, я не знаю, сепаратистские, значит, правоохранительные структуры? Это невозможно. А кто будет обеспечивать тогда эту безопасность, правопорядок? Поэтому, когда начинают нелепые вещи записывать в бумаге, оторванные от реальной ситуации, ну, и понятно, чем всё это заканчивается. Реально возвращение карабахских армян вообще на территорию Азербайджана является функцией нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, добрососедства, при которых, да, там будет социум азербайджанский, в который будут интегрироваться, те армяне, которые захотят в этом социуме на территории Азербайджана, под азербайджанском флагом жить. Кусу-кус какого-то отдельного армянского анклава на азербайджанской территории не будет. Ну, это, в общем, понятное дело. Ну, смотри, скажем так, давай я описываю идеальную модель. Давай. Все армяне Карабах, которые проживали в Карабахе на момент, там, девяносто первого года, выразили желание, говорят, окей, ребята, мы принимаем гражданство Азербайджана и становимся гражданами Азербайджана с соответствующими гарантиями нашей безопасности. Это ты предполагаешь. А в реальности Гела проводили с ними беседы сами же, американцы, я не знаю, другие. Они говорят, мы под азербайджанский флаг, под азербайджанские законы, под азербайджанскую власть в Карабах возвращаться не будем. Причем говорят тотально все. И что дальше? Дальше не будут. Ну, говорят, не будем. Мы хотим там, вот, пусть азербайджанцы уйдут оттуда, мы придем, и как вот у нас было, мы не подчиняемся Азербайджану, вот эту, если восстановится, мы туда придем. А так мы не хотим. Ну, не хотите не надо. А теперь интересный момент. Ты сейчас описал второй сценарий. Сенат Франции собирается принять какую-то резолюцию или что-то, чтобы, где говорит Азербайджану, вы оттуда. А уходите, пускайте вернуться и будет все как-то. Нет, они не расшифровывают, они просто говорят, надо обеспечить. Ну, мало ли что. Ну, вы можете сказать о том, что мы хотим, чтобы климатические, значит, вот эти процессы стали нормализовать. Ну, примите в Сенате бумажку. Что от этого изменится? В свое время Сократ, вот, скажем, систему голосования, принятие решений системы голосования в свое время высмеял еще две с половиной тысячи лет тому назад. В Афинах, которая вела войну со Спарты, в армии не хватало лошадей. Сократ сказал, здесь простое решение. Как они говорят, какое? А у нас соберитесь на горе, говорит, и проголосуйте, объявите всех ослов лошадями. И вопрос, значит, решится. Понимаешь, нельзя просто голосованием и принятием резолюции полагать, что вы какое-то решение вопроса обеспечиваете. Ну, хорошо, ну, приняли вы эту бумажку. Ну, и дальше что? Ну, и в Азербайджане эту бумагу проигнорируют. Ну, выйду я, еще какие-то люди скажут, что очередной раз Сенат Франции занимается черт знает чем. Ну, пусть занимаются, если им больше нечем заниматься. Нет, ну, вот смотри, вот смотри, будет ли это релевантным комментарием? Сенат Франции призывает обеспечить. В Иде-Штейле ты можешь сказать, а мы обеспечивают. Пожалуйста, принимайте гражданство Азербайджана и жилить. Это же более логично. Нет, а мы будем принимать резолюцию о том, что Франция пускай обеспечит права, значит, коренного населения Новой Каледонии. Франция туда завезла, завезла, значит, столько переселенцев, что коренные жители оказались в меньшинстве. Теперь проводят там референдумы и на референдумах обеспечивает постоянный результат, что Новой Каледония от Франции не хочет отделяться. Несправедливо это. Ну, и мы примем резолюцию. И дальше что? Имейте право. Франция скажет, что мы имели право. То есть, ну, это как бы... Да, на вашу бумажку наша бумажка. И дальше что? А ничего. Я тебе скажу, то внимание, которое уделяется Франции как не главной угрозой национальной безопасности Азербайджана, меня немного удивляет. Понимаешь, вот сейчас они одновременно хотят призвать к санкциям Азербайджана. Ну, Франция не покупает в Азербайджане ни газ, ни нефть. Ну, пускай попробуют они эти санкции провести через Европу. Пусть попробуют подобного рода навязать решение Евросоюза. Да их слушать никто не будет. Потому что, да, Италия получает и газ, и нефть из Азербайджана, в отличие от Франции. И если Франция пытается свои какие-то решения навязать Евросоюза, ну, сколько бы они там щеки не надували, я думаю, что им объяснят, что это невозможно. Насколько я понимаю, не только Италия, но и балканские страны... И балканские страны, конечно. Поэтому, ну, я еще раз говорю, ну, занимаются какими-то вещами, которые далекие от реальной политики. Ну, если им им угодно этим делом заниматься, пусть занимаются. Азербайджан будет заниматься практическими вопросами. И я думаю, что это правильно. Но вступать я даже вот сейчас немножко раздраженно говорю об этих вещах, потому что уже, ну, пять попыток подобного рода со стороны Франции было продавить какую-то резолюцию в Совете Безопасности. Не получилось. Они уже принимали в своем Сенате и Национальном Собрании решение о том, что, значит, признать Нагорно-Карабахскую республику. И что? Вот чем закончилась вот эта их суета? Ведь в этом есть и доля вины французских парламентариев, потому что они внушали армянам и Карабаха, и Армении нереальные ожидания идти вместо того, чтобы договариваться с Азербайджаном о условиях, при которых, да, будет интегрироваться вот карабахские армяне в азербайджанский социум, причем это можно было сделать плавно, чтобы не было каких-то травмирующих, значит, решений и действий. Нет, они их поддерживали в иллюзорном, значит, надеждах, что можно, значит, добиться признания на НКР. А потом, после того, как они туда вышли, значит, что какой-то косовский будет применен сценарий в отношении Азербайджана. Гелор, ну нормальный человек может такое представить. Косовский сценарий имеется в виду, что когда в Косово была реальная этническая чистка, и бежали косовары. Сейчас у них уже, кстати, это очень интересный момент, что сами албанцы Косово предпочитают себя называть косоварами, а не албанцы, а не этнические албанцы. Значит, после этого вмешались, Запад вмешался, и просто-напросто, ну там было какое-то военное давление на Сербию. Ну что, если реально, разбомбили они всю Югославию. Бомбили Белград. Мимо делом, значит, еще и посольство китайское, значит, разбомбили. Задели посольство китайское. Косовары вернулись, и Косово признали, и признали независимость Косово. Вот косовский прецедент. Да, ну давай разберем тогда. Французы ведь вначале там, как говорится, больше всех суетились. И когда оказалось, что надо было принимать военные меры, оказалось, что... Там американцы, как говорят, там, как говорят, на буш. Нет, нет, изначально французы больше всех там рыпались, как говорится. И поняли, что нет, не в состоянии с Югославией справиться. И только американцы, когда в это дело подключились и подключили НАТО, удалось... Но я хочу обратить внимание, что Албания, в отличие от Армении, которая держала вооруженные силы на территории Азербайджана, она в этом конфликте не участвовала. Это был внутренний югославский конфликт. И, ну, я еще раз повторю, посмотри на географию. Да, из Средиземного моря Соединенные Штаты Америки, включившие в это, наносили удары. По Белграду заставляли его. И что ты себе представляешь? Что вот сейчас начнут американцы, значит, бомбить Азербайджан? Тут Турция. Тут есть и Россия, и Иран, который, в общем, на стороне, как бы, Армении, никогда в жизни не допустит того, чтобы тут американцы прошли и что-то бомбить. И сами американцы этого не хотят. Американцы сами этого не допустят. Ну, так а зачем тогда глупые надежды, что косовский сценарий будет применен? Ну, вот итог. Вот, дело в том, что, ну, давай по поводу Косово. Я считаю, что неправильно признали Косово. Я, значит, когда у меня спрашивают, когда Грузия признает Косово, когда я считаю, что Грузия, считаю ли я, что Грузия должна признать Косово, я всегда говорю, должна, обязательно должна. После Сербии. На второй день после Сербии. Ну, все правильно. Это первое. Но то, что там творилось, и то, что творили сербы, то, что творилось, сербы творили в Хорватии, в Боснии. Дело. Я даже оставляю это, вывожу за скобки. Само ожидание, что кто-то придет. И через голову Турции, через голову России, и даже через голову Ирана. Американцы начнут военные силы или французы принуждать к чему-то Азербайджан. Вот рассчитывать на это может только человек во сне или оторванный от реальной политики. Это полный бред. Но в данном случае речь идет о не такой силы. В данном случае речь идет о том, что, мол, Косовский сценарий же был, почему не может быть нашего сценария? Почему не может быть без военной силы? Ну, там, дипломатическими, санкциями и так далее и тому подобное. Об этом идет речь. В данном случае не идет. Ну, пускай мечтают о таких вещах и будут вне реальной политики. А реально это будет означать, что без добрососедства, восстановленного между Арменией и Азербайджаном, ни Армения, ни армяне не смогут жить в Азербайджане, ни азербайджанцы не смогут жить в Армении. Не то, что жить, даже приехать не смогут. Приехать для того, чтобы поправить могилу своих близких, посетить места, в которых родились, жили какое-то время. Это все зависит от восстановления добрососедских, восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. Если люди поймут это, значит, в этом направлении надо двигаться. Но если, как говорится, реестр взаимных обид хотят пополнять, и претензии, и получают удовлетворение от того, что «а я вот нагажу Азербайджану вот там», ну, надо быть готовым к тому, что в ответ получите от Азербайджана. Так что, знаешь, говорят, ненависть, в отличие от любви, не бывает односторонней. Односторонней любить можно, а вот ненависть и вражда, она всегда двусторонняя. Односторонней не будет. Само собой разумеется. И на самом-то деле, честно говоря, я и не собираюсь прогнозов делать. Будем посмотреть, что называется. Если у меня спросят, будет ли заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном, я скажу «да». Если у меня спросят, будет ли заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время, я скажу «не знаю». Ну, я не знаю. Это будет самое правильное, я думаю. Да. Я не думаю, что есть непреодолимые препятствия для этого. И этот мирный договор, в сущности, если, скажем, да, он рамочный, и его подписать, с одной стороны кажется, а что он даёт? Он даёт то, что подводится черта под войной. Ведь сегодня у нас с Арменией отношения ни войны, ни мира. Нет, у вас сегодня отношения всё-таки войны, потому что формально вы в состоянии войны... Нет, ну война остановлена. Война остановлена трёхсторонним заявлением, поэтому состояние ни войны, ни мира пока ещё. Её можно перевести в состояние мира. Ну, иногда говорят, что, ну, допустим, между Северной и Южной Кореей вообще-то даже ничего подписано не было. Война была остановлена по этой параллели, причём подписывали, там, американцы с Южной Кореи, там, я не знаю, ещё с кем-то, там, Советы с Северной, ну, при всех случаях, это, в общем, война ни войны, ни мира, и эта ситуация сохраняется, но в этой ситуации никаких контактов, враждебность, постоянное ожидание, что эта война может возобновиться. Скорее силы ООН воевали. Да? Ну, теперь смотри. Между, говорят, что между Японией и Россией тоже нет мирного договора. Но там восстановлены дипломатические отношения, там подписана куча соглашений, которые регулируют экономику, транспорт, там, культурные связи, прочие вещи. Поэтому, ну, если и полагать, что да, ну, между Турцией и Арменией, да, сегодня тоже, в общем, ну, ни войны, ни мира нельзя сказать. Нет, там нет дипломатических отношений. Там нет дипломатических отношений. Между Азербайджаном и Арменией нет даже взаимного признания. Поэтому надо выходить какой-то минимальный уровень, значит, отношений восстанавливать и дальше уже двигаться по пути нормализации этих отношений. Поэтому подписание фактически, значит, мирного договора, оно подводит черту под враждебностью и под войной, и открывается новая эпоха. Может быть, это будет эпоха холодного мира. Но от холодного мира можно, в общем, идти к нормализации отношений. И я не вижу другого пути. Это не может не быть эпохой не холодного мира. Я в дружбе и братстве армянского и азербайджанского народов в ближайшее время я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что здесь сомнения... Ну, все зависит от того, что подразумевать под ближайшим временем. Ну, немцы с французами достигли, значит, нормализации отношений через 20-25 лет. И точно так же немцы и поляки. Ну, это, в общем, поколение как минимум должно пройти. Но они ведь это время тоже использовали не для того, чтобы нагнетать вражду, а наоборот, расчищать дорогу для мира, для укрепления отношений. И я в этом смысле говорю, что да если бы продолжали бы взаимными какими-то исками, претензиями, значит, друг к другу обращаться, не думаю, что достигли бы вот нынешних уровней взаимоотношений в Европе между ранее враждовавшимися странами. Когда мы говорим немцы с французами, мы как-то игнорируем одну небольшую деталь. В 1945 году французов сделали победившей стороной. Поэтому немцы с французами могли строить... Так или иначе, французы... Даже была французская зона оккупации Германии. Ну, слава богу, мы без всяких зон оккупации обходимся, но в данном случае произошло фактически обмен населениями, то есть процесс, который длился целый век, когда азербайджанцы из Армении шаг за шагом выдавливались, и там вначале было обеспечено, что там на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца. Ну и, как говорится, этот процесс завершился и на территории Азербайджана. Но это не означает, что на этом поставлена точка. И если будут обеспечены нормальные отношения, сотрудничество, добрососедство между Арменией и Азербайджаном, почему не могут те азербайджанцы начать с посещений взаимных родных мест, а потом и возможности переехать и жить там, работать там? Почему нет? Но для этого нужно мир и восстановление добрососедства. А это зависит от формата отношений между Арменией и Азербайджаном. Все возможно и все... Более того, даже возможно, что граждане Азербайджана когда-нибудь будут жить в Армении. Там вид на жительство у них будет. Или что? Эти граждане Армении когда-нибудь будут жить в Азербайджане тоже с видом на жительство. Это тоже. Да, почему нет? Почему нет? В конечном итоге, в Азербайджане же живут граждане других стран, у которых есть вид на жительство. И в Армении. Я по секрету тебе сообщу, что у нас еще и армяне живут в Баку. Ну, может быть, не в таком количестве. Не тридцать тысяч. Как раз. У вас живут армяне, которые граждане Азербайджана. Да. Да. Это другое. Я тебе в данном случае про лиц с другим гражданством вообще говорю. Ты знаешь, мы, конечно, всю передачу, я не планировал всю передачу этому посвящать, потому что у меня еще такой маленький тележка вопросов есть. Давай. А то мы с тобой все об одном и том же каждый раз говорим. И я думаю, что это подпостояли уже и зрителям с этой темой. Об одном и том же мы с тобой не говорим, тем более, что вот об этом мы не обсуждали очень давно. Да, ну, в общем, армяно-азербайджанские отношения. Армяно-азербайджанские отношения. Да, но давай можешь прокомментировать заявление в Дамосе Енса Столландера и генерального свидетеля НАТО, что Россия столкнулась с политической изоляцией на южном Кавказе и странной Азии. Мне оно показалось немножко странным. Да, я не понял вообще, зачем он о Центральной Азии, значит, и Южном Кавказе говорил, когда сейчас ну, все взоры на Украину в основном. Нет, он, походу, сказал, что у России политическая изоляция на Южном Кавказе. Я не вижу этой политической изоляции. Нет этой изоляции. Я тоже не могу сказать, что мы изолировались как-то от России. Да, в общем, с точки зрения того, что раньше Россия как бы себя здесь доминирующей силой чувствовала, ну, в общем, она этот статус утратила. Она этот статус утратила и в Казахстане, но это было естественным следствием, на мой взгляд, ну, не совсем правильной линии, которую Россия избрала в отношении Украины. И, естественно, всех своих соседей серьёзно таким поведением напугало. Ну, а то, что она теряет силу, ну, иногда говорят, что вот, Россия победит или ещё что-то. У меня всегда есть один, как говорится, ответ. Вот давайте представим Россию, ещё раз вспомню, Россия до начала этого конфликта, её влияние, её, значит, экономические ресурсы, энергетические, скажем, рычаги воздействия. Вот какой была Россия до начала вторжения в Украину. И вот сейчас, даже если остановят военные действия на той линии, которая сейчас сложилась, и там они там 18% территории Украины сохранят под своим контролем. И что? Это вот Россия будет чувствовать себя победителем, если в результате этих военных действий Россия вынуждена сейчас, скажем так, не хочу говорить под крыло Китая сжаться, но уж точно влияние своё и авторитет на международной арене, в мировой экономике, в мировой торговле, в международном транспорте утратила. И престиж свой военный существенно ослабил. Вот итог, который изменить невозможно, независимо от того, будет принято какое-то решение, останавливающее военные действия, или же эти военные действия продолжатся. Ну и то, что на Кавказе, я, кстати, одной из причин, по которой Иван Ишвили возвращается в политику, я предполагаю, что оно связано с тем, что и он понимает, что в повестку может опять встать вопрос о Абхазии и Цхемвальском регионе. То есть? Ну, то есть это либо если Россия побеждает, усиливает свое влияние и давление, и вполне могут актуализироваться предложения о конфедеративном решении этого вопроса с Абхазией и Цхемвальским регионам, но, естественно, под зонтиком России. Либо если Россия, как говорится, проваливается и дальше по европейской модели. Ну и тут ошибиться будет нельзя. Я думаю, что расчеги обсуждения и решения в общем хотел бы непосредственно контролировать и господина Ивана Ишвили, потому что по этому вопросу могут быть расхождения внутри его правящего большинства. Боюсь, что все гораздо банальнее. Боюсь, что все гораздо банальнее. Ивана Ишвили вернулся по одной простой причине. Из-за угрозы своей. Своей власти. Причем не составляет. Может быть, но я все же его несколько отличаю, допустим, от российских богатеев или молдовских или даже украинских. В моем понимании... Один? Нет, не только. Он действительно грузинский патриот. Да, он своеобразно относится ко всему, но в отличие от них он не зарабатывал в Грузии, он тратил в Грузии, причем тратил кратно больше, чем другие олигархи, так называемые. И я думаю, все же он грузинский националист и ему не безразлично и территориальная целостность, и будущее грузинского государства. Я допускаю, что ему не безразлично территориальная целостность, я это допускаю, но насчет не зарабатывал в Грузии, на Грузии он уже 12 лет зарабатывал. Россия, ну что ты? Он не зарабатывал в Грузии свои первые деньги, а сейчас, когда он уже в власти полноценный хозяин страны, так он зарабатывает на всем, на чем можно и нельзя. О чем речь? Ну, может быть, я, как говорится, подробности такие по Грузии не знаю, но до сих пор во всяком случае... что есть, есть определенные тенденции внутри команды, извне все в порядке, потому что оппозиция в том состоянии, что обнять и плакать, но внутри правящей команды... В общем, это не обязательно, вот многие говорят о Западе, а вот как раз-таки Запад меньше всего хочет менять в сегодняшний день. А кто сказал, что не ходят в Москве перехватить управление или в другой какой-нибудь столице, которую я не буду сейчас называть? Вот тут мне кажется, что мы в турбулентный период вступаем. Вступает целый мир, вступает и регион, и в этом смысле я думаю, что власть достаточно, скажем так, должна быть крепкой, и ошибаться никто не имеет права. Ну, может быть... мы не вступаем, мы уже в турбулентности. Ну, она может просто увеличиться, эта турбулентность. Я имею в виду вообще весь регион турбулентности. Да. Весь вопрос в другом. Весь вопрос в том, что... И вот я опять возвращаюсь к тому же, с чем мы начали. А вот это благорабочный мирный договор и так далее, она что, снимет эту турбулентность? Гела, она... Я думаю, что ту угрозу войны возобновлению в какой-то форме, в какой-то момент, она все же отодвинет. И я думаю, что подписание такого документа, оно положит как бы... Ну, от чего-то ведь надо отталкиваться, с чего-то надо начинать. И я думаю, что с чего-то это вот будет именно мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Дальше, конечно же, никто не дает гарантии, что не сорвутся эти отношения в новое какое-то столкновение напряженности. Но, в принципе, как отправная точка к налаживанию добрососедства и восстановлению сотрудничества, мирный договор может положить. И я думаю, что от этого выигрывает и Армения, и Азербайджан. И я думаю, что трезвомыслящие люди и в Армении, и в Азербайджане это понимают. Нам продолжать конфронтацию незачем. Никто от этого ничего не выиграет. И думать, что если что-то плохо будет Армении, от этого что-то лучше Азербайджану, или если что-то сделать плохо для Азербайджана, от этого Армении что-то выиграет, этот подход глупый, провинциальный и не дающий ничего. Если это понимание укрепится, я думаю, что дорога для подписания мирного договора будет расчищена. Обеими руками тоже указать. Все, договорились. Огромное тебе спасибо. Огромное тебе спасибо за очень интересную беседу. И ты говоришь, что мы нашим зрителям уже надоели. Вряд ли, вряд ли надоело эта тема, потому что она пока актуальна. Я бы с удовольствием с тобой обсудил бы другие темы, но ты же сам пишешь на эту тему, значит, это актуально. Ну, я пишу на эту тему, потому что, если честно, что ко мне обращаются многие, я имею в виду журналисты и так далее. Я пишу и ставлю для того, чтобы в значительной степени людям облегчить работу, одно дело записывать на диктофон, потом класть на бумагу иногда с ошибками, а так могут зайти копипаст и использовать в своих текстах, комментариях. И не так егать. Имейте это в виду. Имейте это в виду. Огромное спасибо, Россия, за очень интересное веселье. И огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok